Ассалам алейкум, ардахты агаин! И сегодняшнее мое видео посвящается двум государствам, которые сумел создать один казахский род – Жалаиры. Вообще Жалаиры были одним из многочисленных тюркских племен, которые в VI веке образовали Большой Тюркский Каганат. После распада Тюркского Каганата Жалаиры уходят на восток и становятся одним из сильных племен Восточно-Тюркского Каганата. Однако скоро Восточные Каганы начинают превращаться в марионеток Китайской империи Тан, и это, конечно же, не понравилось многим тюркским племенам, одним из которых были Жалаиры. И вскоре складывается мощный союз нескольких тюркских племен – Карлуков, Жалаиров, Басмылов и Уйгуров, которые поднимают восстание в 744 году. В 745 году этим восставшим племенам удается разгромить отправленные против них войска, а самому Восточному Кагану отрубает голову правителю Уйгуров по имени Пейло. После этого Пейло провозглашает себя Каганом нового Уйгурского Каганата. Однако Жалаиры и Уйгуры не смогли найти общего языка. Дело в том, что уйгурские вожди, придя к власти, развернули настоящее уничтожение тюрков Ашина. Всех, кто имел хоть какое-то отношение к роду Ашина, ловили и убивали везде, где находили. Уйгуры разрушили практически все каменные изображения тюрков, включая знаменитый памятник Кюльтыгину, где описывалась история тюрков Ашина. Таким образом, уйгурские вожди пытались избавиться от Ашина, которые по традиции считались единственными претендентами на звание Каган. И, конечно же, такое отношение к роду Ашина не понравилось Жалаирам, которые всегда уважали тюркские традиции. Когда же уйгурские Каганы признали свою зависимость от империи Тан и даже отправили Танскому императору голову последнего восточного Кагана, жалаиры выступили против уйгуров, поддержав кыргызов. В 840 году власть уйгуров была свергнута, и трон занял вождь кыргызов Барсбек, который также провозгласил себя Каганом. Однако и кыргызам не удалось надолго управлять восточными тюрками, так как они не смогли наладить четкое управление огромным государством. И в начале XIII века кыргызский Каганат распался на множество небольших княжеств. И одним из небольших княжеств, которое появилось после распада кыргызского Каганата, стало Жалаирское государство. Объединивши 10 крупных тюркских родов, Жалаирский племенной союз контролировал большую территорию. Так как правитель Жалаиров носил степной титул хан, то и государство называлось Жалаирское ханство. Сведения о Жалаирском государстве содержатся в китайских летописях Ляоши, Цзиньши, а также у Рашида Дина. Практически вся история Жалаирского ханства была наполнена борьбой за свою независимость. Вначале это была борьба с империей Ляо, которая подробно описана Рашида Дина. Позже история Жалаирского ханства стала насыщена войной с соседними государствами других восточных тюрков – киреитов и найманов. Особо сильным и влиятельным Жалаирское ханство стало вправление Жамухи, который в 1201 году собрал на берегу реки Аргун-Курултай, где его провозгласили гурханом, то есть ханом всех ханов. В этом Курултае приняли участие такие племена, как татары, найманы, тайчуты, меркиты и ойраты. В 1203 году власть Жамухи признали киреиты. После этого Жамуха практически стал самым могущественным правителем среди восточных тюрков. Однако для того, чтобы назвать себя полноправным каганом, Жамухе оставалось только подчинить другого правителя – Темуджина, вокруг которого собрались небольшие племена восточных тюрков, как Кияты и Конраты. Вскоре между Жамухой и Темуджином началась открытая война, в которой Жамуха стал терпеть поражение. В 1203, 1204 и 1205 годах Темуджину удается разгромить армию Жамухи. Главной причиной поражения Жамухи стали два обстоятельства. Во-первых, армия Жамухи состояла из отрядов отдельных племен. Во-вторых, все командные должности в армии Жамуха давал не за заслуги, а по своей прихоти и капризу. Вот так завершилась история первого жалаирского государства. Однако жалаиры при этом не потеряли своего влияния. В новом Каганате жалаиры стали одним из самых близких соратников Чингисхана, который высоко ценил отвагу жалаиров. Так, например, жалаир Мухали являлся одним из четырех самых доверенных людей Чингисхана. Другой жалаир Балан Айон руководил военными операциями в Индии во время войны с Хорезмшахом. В семье жалаира Кадана получал воспитание третий сын и наследник Чингисхана Угидри. После образования большой империи Хулагу, многие жалаирские вожди получают здесь влиятельные и ответственные должности. Одним из таких жалаиров стал Илга Найон, который был ближайшим соратником Хулагу и одним из его главных советников. Вскоре Хулагу и Илга Найон решают породниться. Внук Илгу Найона, наместник Харасана Хусейн, женится на правнучке Хулагу Олджей Тухатан. И именно от этого брака появляется на свет легендарный жалаирский воин Хасан, получивший прозвище Бузург, то есть Большой. Когда в 1335 году погибает последний ельхан Абу Саид Бахадур, в стране начинается борьба между двумя самыми влиятельными на тот момент силами. Большим Хасаном из рода Жалаир и династией Чобанидов, которые вели свое происхождение от Сорганшира, который когда-то помог юному Чингисхану бежать из рабства. Если Большой Хасан был наместником Ирана и Ирака, то Чобаниды управляли в основном Азербайджаном. Но долго так продолжаться не могло, и в конце концов сын Большого Хасана Увейс в 1356 году провозглашает себя султаном Богдана. В 1357 году Увейс разбивает войска Чобанидов и присоединяет Азербайджан. Вот так, совершенно неожиданно для всех окружающих, на огромной территории, куда вошли Азербайджан, Иран и Ирак, вдруг появилось государство, получившее название Жалаирский султанат. Столицей этого государства вначале стал город Багдад. В 1358 году столица была перенесена в Тебриз, а в 1410 году главным городом Жалаиров стал город Басра. И тут я хочу остановиться на том, какие изменения в Переднюю Азию принесли Жалаир. Во-первых, при Жалаирах Ирак стал массово заселяться тюрками, а тюркский язык стал вторым после арабского. Во-вторых, благодаря жалаирскому султанату в Передней Азии стал распространяться суннитский ислам. Но история жалаирского султаната не растянулась надолго. Вскоре жалаиры, которые не смогли оправиться после разрушительных походов Тимура, утопают в подавлении многочисленных восстаний разных тюркских племен. Еще одной причиной ослабления жалаирского султаната стали вторжения турков-османов, где в это время у власти находился легендарный Баязид. В 1410 году недалеко от Тибриза произошло сражение, где султан Ахмед Жалаир потерпел сокрушительное поражение от войск эмира Хара-Юсуфа, который возглавлял племенной союз Агузов, живших в районе Восточной Анатолии. После этого поражения жалаиры теряют большую часть своей территории. На землях Ирака, Азербайджана и Западной Армении появляется еще одно государство тюркских племен – Кара-Койунла. А в Армении укрепляется другое тюркское племя, образовавшее государство Ах-Койунла. Под властью жалаиров остается только Северный Ирак, которым они правят до 1430-х годов, когда жалаирский султанат исчез полностью. Земли жалаирского султаната были разделены соседями. Вот такой была история двух государств, которые были созданы казахским племенем Жалаир. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы должны гордиться.